Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Сегодня краткий видеообзор сорта метелица. Я уже показывала сорт метелица, он был в лотке, не распекированный. Тогда все еще говорили, ой, такие толстенькие солдатики. Вот теперь эти солдатики подросли, я высадила их в открытый грунт. Будут расти без укрытия здесь, потому что они хорошо переносят перепады температур, выведены специально для зон рискованного земледелия. Будут стоять неукрытые, но в крайнем случае, они, видите, компактные. Если будут сильные морозы, я их накрою банками из-под газ воды, 5-литровыми обрезанными. Для тех, кто добавился недавно, я напомню, вот сорт метелица. Томат для открытого грунта. Средний, ранний, очень урожайный сорт. Растение низкорослое, компактное, что очень удобно для размещения на участке. Ярко-красные массой 150 грамм плоды, округлой формы, с гладкой поверхностью. Или великолепные плотные консистенции, отличаются хорошими вкусовыми качествами. Вот тут информация очень краткая дает производитель семян. Но я описывала этот сорт подробно, с урожайностью, с высотой. У меня на странице есть видео. Для тех, кто еще не смотрел, зайдите, наберите Ольга Чернова, 56 лет, город Бейск, Алтайский край. Все можете там посмотреть, потому что второй раз повторять всю эту статью мне не хочется. Нет времени. Я вам просто хочу показать, вот как эта метелица в открытом грунте. Сначала я показывала вам в лотке, теперь вот она высаженная. Она так же, как Ринет, будет стоять без укрытия все это время, если не будет минуса. До нуля я не буду укрывать, ну до одного градуса. Если будет ноль или минус два, я тогда укрою, конечно. Очень компактно и очень удобно где-то места занять, которые не приспособлены для больших посадок. Все основные у меня будут там на одной площади. А это вот я Ринет, вот эта метелица. Я сажу там, где ничего больше нельзя посадить. Вот они здесь у меня будут расти. Очень красивые, компактные кустики. Они не будут никуда расползаться, будут вот здесь на своей территории. Когда будут плоды, я вам покажу. Заходите на страницу, смотрите другие видео о том, какие они были в рассаде. Потом посмотрите видео, какие у них плоды. Вот это очень урожайный, очень удобный сорт, который используется на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке. Очень стойкие, выносливые томаты. Все, до свидания.